Спасибо, что пришли сегодня. Давайте начнем. Кто меня уже когда-либо слушал, я все время рассказываю о каких-то странных вещах. То про шампунь, у меня был такой затяжной спич, то про уровень содержания газа радона в домах Швейцарии, ну такое, про странные беседы сегодня. Сегодня будет тоже такая же, обязательно. Вот, но я поупражнялся с новыми темплейтами Датарта, так что у меня сегодня презентация не в черных фонах, а в белых. Итак, заявленная тема у меня про Python и анализ данных. Вот, я сначала думал написать Python по Data Science, но потом подумал, что Data Science какое-то, ну очень широкое понятие. Кто-то вообще может сформулировать, что такое Data Science? Ты отвечаешь вопросом на вопрос, это неправильный интерактив с аудиторией. Штрафную очку. Кто-то может сформулировать, что такое Data Science? И я не смог. Поэтому сузил это до Data Analysis. И для Data Analysis я могу сформулировать, что это такое. Data Analysis это такой процесс, когда мы берем данные, смотрим в них, как-то их трансформируем с целью впоследствии построить по ним какую-то полезную модель. Вот. Поэтому все, тут я честен. О чем мы сегодня будем говорить? Я хотел, у меня в теме были анонсы на русском, но когда я пытался писать какой-то текст на русском, я понимал, что половину слов, я их либо транслитерирую, либо все равно вставляю на английском, и понял, что дело это абсолютно бесполезно, но поскольку тут все айтишники, я не думаю, что кто-то расстроится. Так вот, мы поговорим, почему Python в последнее время стал прям вообще там номер один для машин лернинга и прочих технологий, связанных с заумными терминами. Я вам расскажу про такие замечательные вещи, как NumPy и Pandas. И, как обещал, но многие это знают, как обещал, сделаю живой пример. Вот. Именно из-за него мы так долго настраивали скриншеринг, просто потому что достаточно проблематично скринит туда что-то, кроме презентации, как оказалось. Я хотел показывать код. Прям вот вселенная говорит, что код никому не интересен. Ну ладно. Итак, почему Python? Ну, пункт первый, наверное, все заметили, что когда вы смотрите всякие подборочки топа по технологиям и языкам программирования, от GitHub доу и прочих авторитетных источников, вы наверняка заметили, что Python там, ну, либо в тройке, либо в пятерке стабильно в последние годы. И всякие вот такие вот кривые популярности, которые тянутся вверх. И в целом справедливо будет сказать, что Python, он, как бы, в тренде везде. И как результат, как бы, Data Analysis и Science не исключение, как и Machine Learning. Вот. Что еще? Почему Python? Почему вообще он становится таким популярным? Динамическая типизация. Многие не согласятся со мной, что это плюс, но иногда это плюс, потому что не надо реализовать 22 интерпрайс-интерфейса для того, чтобы отправить какие-то данные. Вот. Поэтому простой синтекс и динамическая система типов на самом деле иногда хорошо, иногда плохо. Тут по-разному. Наверное, на старте приложение хорошо, потому что можно быстро. А вот когда уходим в глубокий саппорт, там уже, наверное, плохо, потому что на старте мы писали все равно очень плохо, будем откровенны. И потом, спустя два года нас это догоняет. Ну, вы все это знаете и так без меня. Большая комьюнити. Сейчас у нас с Python программистами обстановятся абсолютно все. Поэтому как бы на Stack Overflow вы найдете по 23 решения для любой вашей проблемы. Конечно, они будут плохие, но тем не менее комьюнити очень большая. Вот. Тут, наверное, такая же проблема наблюдается, как для JavaScript и Node.js пару лет назад, когда настолько низкий был порог входа в Node.js, что иногда я вообще был не уверен, что отвечает человек, а не высший примат. Ну, ладно. Это на злобу дня. Это так нехорошо говорить. Так. Python is already in use in huge amount number of startups. Итак, вот мы достаточно долгое время работали со стартапами. И, как правило, стартапу надо быстро выйти на рынок. У них маленький time to market. И поэтому часто им тяжелые технологии, типа Java, .NET, подходят плохо. Просто потому что с Java и .NET объективно скорость разработки, она ниже. Ниже. Вот. Она ниже. А стартапам надо быстро, поэтому берем Python. Вот. И как бы это тенденция, этот тренд, он наблюдается. И, ну, действительно, в большом количестве стартапов Python уже под капотом. И раз Python уже под капотом, то когда вы туда сверху накручиваете, там, я не знаю, background processing, machine learning, data analytics и прочую ерунду, вы, естественно, уже в Python, чтобы не плодить зоопарк. Тут у меня Java живет, там у меня живет Scala, там еще что-то. Вот. И что немаловажно, это лицензии. Я лицензии здесь упоминаю только в плане machine learning и анализа данных, потому что, чуть позже поговорим о конкурентах в сфере анализа данных. Так вот, есть такой язык R, он достаточно популярен в научной среде. Вот почти все, что под R, оно от GPL. А GPL, оно не всегда хорошо матчится на проект. И не всегда это можно использовать. Так вот, то, что в Python, оно в основном под BSD или MIT. MIT, это вообще шикарно, потому что делайте, что хотите. Ну, практически. Вот. Да. Чтобы не показаться голословным, я обратился к Google и спросил у него тренды. Да. Вот если мы сейчас посмотрим на тренды, мы видим, что вот R, он появился, наверное, в начале 90-х и был долгое время достаточно популярным. И сейчас он популярен, но типа в таких science-кругах. То есть, если вы попадете куда-нибудь в настоящую лабораторию, в настоящий университет, там наверняка будут делать какие-то научные изыски на языке R. Вот. Но в продакшн применение доминирует Python, и мы, в принципе, можем это видеть по трендам. Так что Google подтверждает, что вот синий это Python. Он прямо улетел в небеса. Что странно? Что странно? Я посмотрел статистику по локациям, и почему-то остров Святой Елены номер один в трендах. Поэтому мы ожидаем очередную экспансию. Итак, о том, почему он стал популярным, поговорили. Если хотите, можем подискутировать в конце. Кто-то будет апеллировать к тому, что плохо, кто-то будет апеллировать к тому, что действительно вещь полезная. Так что сможем эту дискуссию продолжить с удовольствием. После доклада. Давайте перейдем к технологиям. То есть, как я уже сказал, что раз технология популярна, она обросла просто в большой комьюнити и кучей фреймворков на все случаи жизни. Да, вы могли, если делали веб-разработку, вы могли видеть, что есть там, есть Django, Flasky, еще куча всего, что сейчас популярно. И, естественно, анализ данных и машинообучения не является исключением. Там тоже куча всего внутри живет. Каждый делает свою библиотеку. И это и хорошо, и плохо одновременно. Но начнем мы с NumPy. Кто-то когда-то сталкивался с NumPy? Ну и класс. Значит, вам будет не скучно всем остальным, когда я буду про него рассказывать. Так вот, NumPy – это библиотека для работы с массивами, в том числе, вот не помню, как на русском будет multidimensional, многомерными, в том числе с многомерными массивами и матрицами. Вот. Также в NumPy есть большое количество математических функций, уже встроенных внутрь, для того, чтобы с этими матрицами работать эффективно. Вы наверняка спросите, а зачем, если в Python и так списки такие, что их можно чихпыжить абсолютно со всех сторон. Они настолько гибкие, и слайсенькие, и все на свете есть. Поэтому давайте посмотрим, в чем же преимущество NumPy. Как я уже сказал, оно поддерживает многомерные массивы. Ну, в принципе, на Python-листах тоже можно построить многомерные массивы, поэтому такое. Интуитивный синтаксис и бродкаст-операция. Интуитивный синтаксис, ну, я думаю, что к Python списку мы вам тоже применим. Он достаточно интуитивный, если вы его видели. А вот про бродкастинг я расскажу позже. А также уже в NumPy запилили кучу очень прикольных математических операций из мат-статистики, из линейной алгебры. Вот. Вы спросите, зачем это? Как правило, это как раз и нужно для машин лернинга и анализа данных. Но, как вы знаете, или могли видеть, многие библиотеки от нас всю эту математическую абракадабру прячут. И слава богу. Вот. И последнее. И самое важное, что есть NumPy, это то, что он работает быстрее, чем списки. Потому что Python, как вы знаете, наверное, не самый быстрый язык, если сравнивать его с C или чем-то другим. И поэтому операции на больших многомерных списках в Python будут не очень быстрыми. Не очень быстрыми — это термин относительный. Но никакого сравнения я лично не проводил. Попугаю, да, сколько будет на процессоре X, а сколько будет на процессоре Y, чтобы выполняться. Но в целом по интернету разбросок довольно много, да. Показывают, что вот списки в Python работают намного медленнее, чем операции с массивами в C. И это неудивительно. Вот. Вот поэтому, чтобы NumPy работал быстро, они сделали биндинги внутри. То есть, по сути, когда вы работаете с NumPy и доходите до каких-то математических операций, внутри он работает не со списками, да, для которых нужно проверить и там что-то в памяти перешерудить, переложить и так далее. Он вызывает напрямую C, C++ extension, и в некоторых местах даже в Fortran. Там пакет линейной алгебрии написан на Fortran, и там используется FR2Py extension, который позволяет через C++ биндинги вызывать фортрановские биндинги, и это до сих пор работает быстро. Вот. Поэтому в целом NumPy работает хорошо, и в тестах условных попугаях показывают производительность сравнимую с таковой там условной Java. Опять же, это голословное утверждение, потому что производительность расчисления так или иначе заточена под, завязана на архитектуру процессора и так далее. Вот. Поэтому мы не будем заниматься этими сравнениями, а просто перейдем к демонстрации. Раз почти никто не видел, то вам должно быть интересно, как оно выглядит. Опа. А у меня тут презентация не вышла. Чик. Сейчас. Как выйти из презентации? Сейчас. Опа. Отлично. Итак, кто знает, что такое Jupiter? Еще больше людей. Это очень классная штука. Вот. Это как бы интерпретатор Python, завернутый в школьную тетрадку. На нем очень удобно делать лабораторки и всякие демонстрации, потому что это, по сути, обычные интерпретаторы, где я могу писать любые Python-команды, вот, и выполнять их вот в таких вот ячейках, да? Вот. Не знаю. Очень удобная штука. И здесь, если мы хотим что-то вывести, то у нас может быть вот так. Вот что-то мы выводим. То есть у нас есть вот такой интерактивный интерпретатор. Давайте я чуть-чуть увеличу масштаб, чтобы было лучше видно. Вот так даже хорошо видно. Вот. Поэтому буду я показывать свои примеры в Jupyter. Выглядит очень симпатично. Итак. Начинаем с импорта. Импортят, как правило, с алиасом. Вы видите, что мы импортим не numpy, а numpy as np. Почему так? Потому что в numpy куча функций, которые по именам совпадают с обстроенными функциями Python. Типа там корень квадратный, еще что-то, еще что-то. Если мы не будем импортировать префикс, то будет непонятно, какую функцию мы вызываем. Поэтому обычно пишут префикс. Вот. Как создается numpy массива? Чтобы создать numpy array, нам, как и странно, нужно сказать numpy.array. И туда передать, например, список. Мы можем туда передать список. Единственное ограничение, которое numpy накладывает на входные данные, это то, что все объекты, все объекты внутри списка, которые мы туда передаем, все, что будет храниться в numpy массиве, оно должно быть одного типа. Это очень сильно увеличивает свидетельность, потому что они делают type checking потом, когда работают с элементами внутри. Но в целом это не проблема. Мы об этом позже поговорим, потому что, как я сказал, numpy, это в основном используется для computation, а computation, как правильно, происходит с числами. Поэтому тут у нас все хорошо. Вот. Итак, мы можем создать массив numpy array, и я туда что-то передаю. Сейчас нам надо выполнить вот эту строчечку, и теперь вот эту строчечку. Вот она нам создала структуру numpy array. Если мы сейчас посмотрим на ее тип, у нее тип называется numpy nd array. Вот этот вот indy array, он как раз и та структура, которая умеет эффективно вычисляться впоследствии на C-стичных экстеншенах. Поэтому вот краеугольным камнем всего numpy является indy array, и это, по сути, самое главное, что нужно сейчас запомнить. Потом я еще к этому вернусь, но всего лишь один раз. Так, конечно. На нем много алгоритмов просто написано, то есть у меня туда никакого контроля нету, хотя у них есть инструкция, как писать свои Fortran Extension и их интегрировать сюда. Вот. Ну, вот здесь вот оно уже, когда я оперирую с флотом, он внутри использует 64 бита для хранения. То есть все, да, определенную точность мы не можем так оперируйте. Вот. Я, сам честно сказать, Fortran видел только в старых книжках, покрытой пылью. Вот. Но это не делает его плохим. Я уверен, что это отличная вещь. Так, как я уже говорил, мы можем создавать многомерные массивы, да, то есть, по сути, мы всегда передаем массив массивов. Если мы на него посмотрим, он его, эти, чем крут Jupiter, он умеет печатать и делать вообще красивый вывод. Поэтому мы дальше еще это не раз будем наблюдать. Так, вот я сделал, по сути, нам двумерную матрицу. Вот. Ну и, опять же, да, все, что есть в питоне, оно очень всякое такое скиллованное, поэтому они написали вот просто тысячу утилитных методов для создания абсолютно чего угодно. То есть, если вам нужен массив из нулей, да, пожалуйста, у нас есть массив из нулей. Если вам нужно просто создать массив с числами, там, от M до N, пожалуйста, вот вам числа от M до N. Если вам надо создать матрицу из чисел от M до N, скажите нам размерности, мы это сделаем. То есть, вот эти вот утилитные методы, они, ну, вы скажете, да что тут такого? Ну, чейнинг, ну, да, ну ничего же в этом сложного нету. Нету, но оно уже есть, оно удобно, и, соответственно, ваш код выглядит максимально коротким. А чем он короче и меньше, тем меньше вероятность допустить в нем ошибку. И это хорошо. Вот, так, сделали матрицу, просто сделал, я, то есть, я, по сути, сгенерировал сначала одномерный массив длиной 9, даже 10, нет, 9, а потом сделал reshape матрицу 3х3, вот и все. Что важно, это то, что NumPy, он проповедует семантику копирования. То есть, по сути, NumPy и Range, он создал объект, вот, а потом reshape породил новый объект. То есть, фактически, в плане памяти использование не очень эффективное, но вот в плане того, что у вас нету сайд-эффектов на ваших данных, это очень важно. Да. Давай проверим. Вот из-за чего Юпитер настолько классный. Can it reshape a ripe of size 10? Вот, говорить не может он. 2 на 5, я думаю, да. 2 на 5 без проблем. Вот. То есть, безусловно, он, когда вы будете пытаться делать что-то запрещенное, как делить на 0 или делать 0 в нулевую, он начнет ругаться. Вот. Как я и говорил, очень много статистических всяких операций внутри. Можно, например, сделать линдспейс. То есть, это, по сути, я ему говорю, найди, выбери мне там, в данном случае, 10 точек в диапазоне от 0 до 1, равно удаленно друг от друга. Вот там линдспейс. Вот. Статистическая тема. Вот. Углевляться в нее, естественно, не буду. Генератор рандомных чисел на борту. Поэтому, вот, собственно говоря, 5 способов, 5, топ-5 способов, как создать массив. Вот. Довольно пока скучно, но ничего, дальше будет веселее. Итак. Там есть еще куча всяких утилитных методов. Вы думаете, что если нужно создать массив из нулей, да, вот мы сделали the ROS. Вы не думайте, там их реально очень много. То есть, я могу написать, вот, единицы. Пожалуйста, я тебе единицы. Двоек нет. Вот. Единицы часто нужны, потому что в матрице нужно довольно часто диагонали превращать в единичку для разных алгоритмов. Поэтому люди, которые в этом понимают, очень ценят метод сделать не единицы. Реально очень много всяких методов. Ну, теперь давайте посмотрим на вот тот самый бродкастинг, о котором я упомянул. Пункт первый. Создадим какой-нибудь массивчик. Естественно, поддерживается слайсинг, стандартный питоновский слайсинг. Он никуда не девается. Вот мы выбрали с третьего по пятый элемент. Вот. Что мы можем сделать? Я могу поменять пятый элемент, да. То есть все весьма совместимо с… Все весьма совместимо с стандартной питоновской библиотекой. Что такое бродкастинг? Смотрите, когда я говорил data 5, прессовое значение 0, ну мы прекрасно знаем, что это такое. Это значит, надо взять пятый элемент и его занулить. А вот здесь вот я целому слайсу присваиваю какое-то значение. Это как раз и есть бродкастинг. То есть по сути для вас, когда вы пользуетесь numpy, он как бы для вас такое полиморсное что ли переопределение операции, когда вашим элементарным объектом становится уже не число, а грубо говоря вектор. И поэтому мы можем сделать вот такую вот операцию сразу на участке. То есть я вот сейчас говорю с первого до четвертого сделать соточку. И когда мы сейчас на это посмотрим, мы видим, что вот здесь вот оно применило операцию присвоения сразу к слайсу. Вот так. Вот. Дальше. Индексация на multidimensional array. Она может выглядеть как в питоне, когда мы говорим вот так. Первое, второе. Можно прямо через запятую внутри указывать слайсы, указывать индексы. Из матрицы 3х3 мы сделали матрицу 2х2, выбрав все, что не первая строка и не первый столбец. Вот. Браткастинг работает не только для присвоения, но и для других операций тоже. Поэтому вот смотрите, data это у меня по-прежнему массивчик. Кстати, я его тут испортил, пока вы меня тут сбивали. Поэтому вы знаете, что сделаем? Я сейчас его заново. Брат, создали. Вот. Что, как вы думаете, произойдет, когда я выполню инструкцию data больше 5? Нет. Не фильтраться. Он вернет булевую матрицу. Он возвращает булевую матрицу, где элемент значения будет true, только для тех элементов, для которых выполнился это условие. А вот это, они перевернут в элемент оператора индексации. И теперь, когда я говорю data, там, где data больше 5, data больше 5. Да, true или false. И когда теперь я это передаю как в оператор адресации, оно использует этот шаблон. И в результате я получил список элементов, которые больше 5 из изначального NDR. Вот. Это прикольно, потому что вот когда ты уже работаешь с настоящим чем-то полезным, то выглядит код хорошо очень. Быстро пробежимся, чтобы не затягивать. Есть какие-то array operations. Мы можем, да, два массива, вот я их создал тут. Мы можем их слаживать, можем их умножать друг на друга. При этом это сейчас не перемножение матриц по математическим правилам. Она просто умножила иты, 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 иты элементы друг друга. Чтобы перемножить матрицу, то есть специальная операция dot называется. Нам пойдут. Вот это вот уже честное умножение. Ну и дальше всякая полезная утилитная штука. Там, пожалуйста, SQRT переопределен, standard deviation, среднее значение, что угодно. Короче, если вы statistician или пишите математический фреймворк, не знаю зачем, но берите NumPy, потому что NumPy это вот такой вот стандарт де-факто вообще в Python мире. То есть если ваша крутая статистическая библиотека или машин лернинг, или алгоритм, или фреймворк, или что бы там ни было, не поддерживает NDRA внутри, то никто им пользоваться не будет, вас зафукует. Это вообще прям не комильфо абсолютно. Так, поговорили про NumPy. Единственное, что я просуммирую здесь, это то, что, как правило, с NumPy в реальной практике встречается не так уж и часто. Чаще всего как раз пользуются продуктами NumPy. То есть в NumPy понагорожено сто пятьсот фреймворков, вот, и вот уже с ними чаще всего мы и взаимодействуем в работе. Давайте смотреть дальше. Следующее, Pandas. То есть если NumPy это был такой компьютерный фреймворк, в нем были математические операции, это все очень хорошо, но мы не математики. Вот, то вот Pandas, Pandas это уже тема. Pandas это, как бы так объяснить, это такой вот Excel для программистов, вот. Потому что программисту открыть Excel и в Excel делать свои какие-то данные не комильфо, будете чувствовать себя бухгалтер. Вот, поэтому это не выбида бухгалтерам, просто у каждого свой тудинг. Вот. Поэтому программисты вязают Pandas. Pandas штука классная и, естественно, она работает поверх NumPy. То есть все, что мы сейчас будем засовывать в Pandas, вполне себе является NumPy массивом. Pandas очень прикольный. Он позволяет нам работать с табличными данными очень в похожей манере на Excel или даже, в принципе, на базу данных. Ух ты, мы убежали. Вот. Он умеет читать практически откуда угодно и куда угодно писать. Реально. То есть все швишки, пожалуйста, Excel файлы, ради бога. Вы ему, в принципе, можете дать URL. Он по ней пойдет, найдет там HTML тег Table и попробует оттуда его все вытащить. Ну, серьезно, это же мечта абсолютная. По-моему, он умеет действительно делать все. Слайсинг, индексинг, сабсетинг, что угодно. Он умеет делать. А еще всякие джойны, мерджи, конкаты. Вот. А? Да что угодно. Вот реально. Вот вы о чем подумаете, вот он это умеет делать. Вот. Поэтому давайте я просто покажу, потому что штука очень крутая. Сейчас будем ускоряться, потому что у меня там в конце демка вообще бомба. Итак, мы импортируем NumPy, импортируем Pandas. Pandas тоже импортируется с префиксом. У него имена, конечно, не клешатся, но тут так заведено, и мы не будем это нарушать. Импортировали. Загрузим наш генератор вандомных чисел. Загенерием данные. Вот данный. Это обычный Array, даже не Python Array. Это просто массивчик у нас есть. Итак, Pandas. Что он из себя выглядит? Основной структурой Pandas является DataFrame. То есть DataFrame это наше какое-то табличное представление. Он отличается от предыдущего NDRM многомерного тем, что у него именованные колонки и, в принципе, даже строки. Вот. Я говорю, создай мне, пожалуйста, DataFrame. Передаю туда данные в виде массива. И передаю туда колоночки. A, B, C, D, E. Давайте на него посмотрим. У них есть куча всяких полезных утилитных функций. Я, естественно, могу написать просто вот так вот, D, F. И вот он мне покажет весь мой DataFrame. Видите, он его сразу красиво печатает. Здесь на проекторе не видно, но здесь даже два разных оттенка серого. Вот настолько оно крутое. Представляете, с какой любовью они это делали. Вот. Есть метод Head. Метод Head крутой, потому что, как правило, весь DataFrame, он, как ни странно, больше, чем на 5 строчек. И его не очень удобно смотреть, когда там миллионы записей. Поэтому они предусмотрительно сделали метод Head, где можно сказать, покажи мне там топ сколько-то строчек. Вот. Итак, что мы видим? У нас есть такая вот себе табличечка размерностью 5 на 5 с именованными колоночками. А также у нас здесь есть еще номера строчечек. Вот. Мы еще к ним вернемся, там будет интересно. Есть. Pandas, работа. Да. Да, табличная данная. Да. Вот. Так. Shape. Describe. Describe удобная функция. Оно нам сейчас расскажет все об этом массиве. Сколько там элементов, какого у них среднего значения. Standard deviation, да, то есть отклонение от среднего. Минимально, максимально, 25% интервалы и так далее. Вот. В общем, пока ничего сверхъестественного, я вас понимаю, поэтому буду интриговать дальше. Как можно создать Pandas'овские DataFrame? Вот я в прошлом примере передал туда массив. У нас редко в коде есть массив. Обычно, когда нам надо что-то из Pandas'а собрать, мы что-то выгрузим в данных. Там у нас есть OEM. Я надеюсь, и нам либо в объекты мы это свои переведем, если мы исповедуем оптную парадигму, а не просто будем тупл-тупл-тупл вставать. Вот. Переведем это в объекты и потом уже будем передавать в Pandas. Вот я здесь специально сделал вот такую вот структуру. Да. Здесь у меня есть объект, в котором массив полей. То есть у меня есть имя. У меня здесь четыре человека. И их вот. Вот, собственно говоря, Pandas из такой структуры может нам сделать сразу DataFrame. Вы скажете, это неудобно, потому что на входе я ему даю уже разобранную структуру. То есть у меня есть объект, да, человек, у которого есть Name и Age. Мне его надо сначала разобрать, загруппировать все Name и загруппировать все Age и передать туда. Но это тоже не проблема, потому что из массива такого, как у нас обычно есть в приложении, оно тоже может создать DataFrame. То есть если я делаю вот так, то здесь тоже без проблем, оно его создает. Вот это вот наиболее часто система создания DataFrame, потому что я выгрузил из базы данных, там, используя SQL Alchemy или Django.rm. Вот. И сразу это можно гнать в Pandas, оно будет работать. Вот. Итак, как я уже говорил, Pandas умеет читать откуда угодно. Это довольно частая тема, в том числе из URL. То есть я могу сразу прочитать CSV-ку из какого-то удаленного ресурса. Вот. Это самый, наверное, часто используемый метод создания DataFrame. Я взял классический датасет. Классический – это… Тут, кстати, интересно. Научная среда, она очень с юмором. У них есть классические датасеты. Это прям вот такие вот уже такие фильтрованные сэмпловые данные, на которых покажут всякие демонстрации, примеры и вносят их в книжки. Они там есть вот реально какие угодно. Там, я не знаю, данные о продаже йогурта, данные о тормозном пути автомобилей, закепчурены в 30-м году. То есть там серьезно, там вы смотрите, там соотношение скорости к тормозному пути, и там вы смотрите на скорость 15 км в час, думаешь, да, тормозной путь будет огромный. Вот. Оно нерелевантно, но оно демонстративно. То есть они подобрали эти данные так, чтобы они выглядели красиво. Вот я, чтобы это вам продемонстрировать, сегодня тоже загрузил один из классических датасетов. Он называется «Бобер». Вот. И содержит в себе наблюдение температуры двух бобров. Вот. Давайте посмотрим на него. У нас здесь есть день, да, в какой день была снята меточка. Время. Температура бобра. Актив. Это булевый флаг. Если один бобер активен, если ноль, то значит в тот момент, когда снимали температуру, он спал. Вот. Классический датафрейм. Да. Я не знаю, где он может быть полезен. Наверное, он может быть полезен для построения какой-нибудь демонстративной модели, демонстрационной модели, по которой можно сказать, вычленить корреляцию, что в среднем бобры горячее, когда не спят. Да. Вот. В общем, вот как-то так. Я же говорю, научная среда с юмором. Они в конце концов кварки назвали ароматными и загадочными. Поэтому, да, поэтому они гораздо более юморные, чем может показаться. Так. Вернемся к нашим... Я не буду ничего дальше про бобров рассказывать. Он слишком мало данных. Я возьму потом лучший датасет в конце. Я уже говорил, будет вообще... Держитесь за стулья. Кто может быть лучше бобров, я покажу. Вот серьезно. Вот я тебя потом спрошу, лучше, и ты скажешь, да, лучше. Вот. Сгенерируем какой-нибудь датафрейм. Сейчас очень быстро закончу с пандасом. Просто, если бы все были в контексте, мы бы это скипнули, сразу пошли к презентации. Но уже у нас такой сегодня. Как это называется? Это work... О, спасибо. Вот у нас сегодня такой воркшоп себе маленький. Генерили какой-нибудь датафреймчик. Как из него выбрать данные? Из него можно выбирать данные по колонкам и по строчкам. Чтобы выбрать по колоночке данные, я могу просто сказать имя колоночки, туда передать. DFA. Вот, пожалуйста, вот моя колоночка. Я могу выбрать сразу из нескольких колоночек. Как вы думаете, как я должен это сделать? А как в Excel? Нет. А, нет. Вот смотри, я опять передаю. Все, говорит, до свидания. Почему? Они переопределили оператор адресации. Да, квадратные скобочки. Что это значит? Это значит, что он внутрь себя ждет какой-то указатель, по которому он может что-то выбрать. И сейчас мы ему что передаем? Это что? Это тупол или что это? Ну вот, поэтому это надо завернуть. Да, вот так. Вот так оно выглядит. Неокрепшие умы постоянно это забывают, но вот так выбрать надо две колонки. То есть вот такая вот. Это оператор адресации, куда мы передаем массив. Выглядит не очень, но имеет свой определенный шарм. Ну, мы по-прежнему можем делать вот так, да? Мы можем написать вот. Вот не перескакивайте меня. Сейчас дойдем. Вот, оно еще создает такие шарм-каты, что можно обратиться к колоночке вот так вот по имени. То есть оно ее как по оперативу туда записывает, но это не очень good подход. Так они рекомендуют не делать. Вот. Мы можем прямо внутри создавать какие-то новые колоночки. То есть я вот создаю колоночку с именем Temp, куда я передаю значением сумму колонок A и B. То есть вот, пожалуйста, вот у меня колоночка Temp сюда появилась. Я могу вообще какую-то хитрую туда операцию передать. Скажу, что в колоночку Temp хочу записать какое-то значение какой-то лямля. Что я там делаю, абсолютно неважно. Здесь возношу в квадрат. Пожалуйста. И могу удалить колонку. Вот я колоночку удалил. Опять здесь что важно. Вот смотрите. Если я сейчас опять напишу DF, то колоночка осталась. Потому что Pandas по-прежнему, как и NumPy, пропагандирует семантику копирования. И поэтому большинство операций DataFrame они возвращают новые. Я когда удалил колоночку, она создала новый DataFrame без этой колоночки. Но можно? Можно и внутри. Для этого есть параметр InPlace. И вот тогда он уже ее по-честному удаляет оттуда. Надо это не забывать, потому что делаем всякие чейнинг, чейнинг, чейнинг. Потом возвращаем на выход DF, а там не то. Вот. Это расстройство. Что такое Lock? Вот. Мы только что смотрели, как выбрать по колоночке. А Lock это такая умная функция, которую можно выбирать очень по-разному. Сокращение от слова Locate. Вот если я сейчас скажу Lock2, Оно мне возвращает, видите, A, B, C, D, E. То есть оно возвращает мне строчечку. Но оно еще более хитрое. Во-первых, строчки тоже могут быть именованные. Это называется индекс. Вот я здесь передаю колоночки и еще передаю индекс. Вот я создам DataFrame. Вот. И вот здесь у меня теперь именованные строки. Чтобы достучаться до именовой строки, я делаю Lock. И туда передаю имя строки. Вот теперь давайте вот этот оператор Locate посмотрим, насколько он умный. То есть по идее я могу написать вот такой синтаксис. Не могу, он мультидименциал. Мне надо вот так написать. Ага, нет. Так, оно выбрало все с A, то есть A колоночку не включило. И вот A нулевое засунуло сюда. Странно, что оно не включается. А первое? Не настолько умно, увы. Ну ладно. Вот. Опять же, Broadcasting работает очень похожим способом. Я опять же могу составить бинарную матрицу. По этой бинарной матрице я могу данные выбрать. Обратите внимание, что я просил, он не ломает размерность. Там, когда мы делали, выбери мне все элементы больше пяти, он мне из матрицы вернул массив. И это плохо. Вот. Здесь он матрицу оставляет, просто там, где у нас произошел false, он в эти элементы записывает нам. Это довольно важный момент. Он очень сильно помогает, когда мы работаем с Machine Learning какими-то фреймворками. Но к этому еще дойдем когда-нибудь. Утилитные функции. Их опять же целое жменя. То есть мы возвращаемся к DataFrame с бобрами. Посмотреть количество наблюдений можем. Вот у нас 307 наблюдений бобров. Для бобра 1 и 308 для бобра 2. Вот. Посмотреть, в какие дни наблюдали. Наблюдали за ними почему-то только два дня. То есть вы можете представить себе, сколько раз за день они побеспокоили бедного бобра. Вот. Есть grouping операция. То есть я сейчас могу… Вот операция GroupByDay. Она создает специальный внутренний объект. GroupBy называет. Я ему могу сделать describe. И вот смотрите, что он мне возвращает. Он мне возвращает вот такой вот агрегат, где оно посчитало, сколько… Это на что подню, сгруппировало количество наблюдений и еще посчитало для них сразу какую-то полезную статистику. Да, по всем параметрам. Да, активность, температура. Вот средняя температура была 37,5 у бобра 1 и 37,7 у бобра номер 2. Вот. Пожалуйста. Вот утилитных функций, вот прям какие хотите есть. Ну и последнее. Прибежимся просто по мерджингу и джойнингу, потому что дальше презентации он еще будет. Я создал два датафрейма. Я могу сконкатонировать просто-напросто. Конкат. Вот, пожалуйста. У меня было… У них одинаковые колоночки, поэтому конкатонируются они очень просто. По колоночкам прямо конкатонируются. Но обратите внимание, индексы колонок, они не уникальны. То есть у меня 0, сразу две колоночки. Индексом 0. Поэтому если я сейчас говорю, локейт мне индекс 0, оно мне вернет… О, сори. Две строки. Сразу две строки мне вернет. Вот. Ну и можно датафреймы мерджить. Это когда у них колоночек set разный, но есть одна общая колонка, по которой я хочу смерджить. Прямо как join работает. Я сейчас добавлю туда колоночку дополнительную key. И теперь говорю, что мне df1 и df2 надо смерджить стратегия inner, прям как inner join. и она по колоночке key. И когда я это делаю, оно мне, видите, по колоночке key смерджило. И поскольку колонки назывались одинаково, оно к ним автоматически дописало префикс. Префикс я тоже могу свой передать. И все колонки будут разные, оно тоже будет работать. Короче, прям вот так, чтобы оно не работало, сделать довольно сложно. Здесь inner author будет идентичным, потому что у меня ключи были одинаковые. Ну вот, значение колонки ключ, то есть все пять ключей есть и там, и там. Если я сделаю вот так, и здесь сделаю author, то вот, оно мне пятый добило нанами слева, а шестой добило нанами справа. Прямо вот прям как join работает. Вот. Есть такое дело. Ликбез по основным технологиям окончен. Фух. Есть вопросы у кого-то или комментарии, замечания, наблюдения? Тогда перейдем к докладу. Да. Pandas demonstration. Анализ данных. Зачем он вообще нужен? Очень часто я наблюдаю ситуацию, когда заказчику, да, там, стартап, взрослый коммерческий проект или что-то еще, оно решает. Клиент приходит, говорит, так, у меня есть очень много данных, сделайте мне, пожалуйста, над ними анализ и посоветуйте, как лучше продать человеку продукт. Или найдите мне, кому этот продукт может понадобиться. Или вообще, вот у меня там есть данные, я писал все, что мог, включая айпичник, время, цвет волос, предпочтение везде и так далее. А вы, типа, разберите, что мы теперь из этого можем сделать. Так делали, делают все абсолютно, нечего этому удивляться. У Амазона, они на своем магазине, вот это, который Amazon.com, они пишут хитмэпы, просто где вы мышкой водите. То есть у них есть такие карты, где, в принципе, видно, где чаще всего задерживается мышка у клиентов магазина, и у них только эта база данных, просто там, вот где мышка бывает, она 17 терабайт. Вот, типа, мы будем оптимизировать. А? Я не знаю. Это мне просто сказал мужик, который работает в Амазоне. Возможно, он, знаешь, очень любит преувеличивать, и для того, чтобы Амазон казался более значимым, он сказал 17 терабайт. Может быть, я не знаю. Я допускаю, что они собрали много, потому что, ну, в общем, идея в том, что они вот анализируют, они берут эти данные, да, координаты, где бывает мышка, строят хитмэпы, и потом смотрят, много ли обычно люди мышкой водят по магазину и начинают оптимизировать менюшки и прочее, чтобы люди как можно меньше клацали и водили мышкой, потому что чем меньше они клацают и водят мышкой в процессе покупки, тем больше у них conversion rate на покупку. То есть, чем проще для вас и чем меньше кликов вы сделаете, тем больше вероятность того, что вы что-то купите. Учитывая капитализацию Амазона, я верю, то, что оно действительно так работает на таком уровне. То есть, казалось бы, пшик, да, но, наверное, оно дает им дополнительно 1% конверсии, а может даже меньше. Но на объемах Амазона я подозреваю, что типа даже 0,1% конверсии это миллиарды долларов в месяц. Поэтому why not? Еще вопросы? Окей. Так. Вот. Возвращаемся к тому, что нам заказчик вывалил требование, что у него есть данные, которые мы должны проанализировать. Вот. Очень часто я наблюдаю, как делаются допущения, основанные на интуиции о том, что так, ну, наверное, раз человек долго на сайте, значит, он заинтересован в нашем продукте. Это допущение мы берем из ниоткуда. Возможно, он просто открыл сайт и пошел себе делать кофе. Поэтому это допущение, оно может быть и наблюдаемое, может быть, оно действительно есть, может быть, действительно есть какая-то корреляция между тем, сколько он на сайте и вероятность того, что он купит. А может быть и нет. Мы в этом не уверены. Вот. И вместо того, чтобы заняться анализом того, а есть корреляции, а нету корреляции, мы берем Spark или Amazon ML или любой продукт от Google, Microsoft или других гигантов. Время ему, вот моя CR-ш-вишка, держи. Вот. И дальше, значит, построим мне prediction модель. Он строит prediction модель и самое главное, понимаете, математика так работает, что он даже тут нахуй. Там получаются какие-то коэффициенты. Вот. Вы потом вызываете у него метод predict, он вам возвращает что-то от нуля до одного. И вы думаете, сошлось. Вот. Реально работает. Прям вероятность возвращает. Мы ее множим на 100. Вот. Запускаем на массиве данных и приносим клиенту, говорим, так, у этого вероятность покупки 67%. Вот. Я это наблюдал и в целом хочу от этого предостеречь. Поэтому. Он говорит отлично. Он говорит отлично. Ну, это я, безусловно, я утрирую, но в целом как бы тенденция не очень хорошая. То есть, понятное дело, что вокруг нас есть куча облачных сервисов или высокоуровневых библиотек типа Spark, которые умеют делать вот с вашими данными буквально все. То есть вы ему засовываете там. У него... Я уверен, что у Spark есть методы абсолютно для всего. То есть, я не сомневаюсь, что у него есть метод, который называется Do My Cool Shampoo Prediction. Вот. Который вернет вероятность покупки Head & Shoulders. Ну, настолько он большой. Но тенденция печальна. Поэтому вот то, что я сегодня попытаюсь рассказать сейчас, когда мы начнем, это о том, как нужно подходить к данным, как нужно с ними обращаться и что делать до того, как вы начинаете использовать новомодные Machine Learning и Neural Network. Neural Network это вообще, по-моему, это как блокчейн. Он просто отключает все дальнейшие мысли у клиентов и инвесторов. Они такие, да, блокчейн. Не надо деталей, давайте два. Вот то же самое и с нейронными сетями. О них все говорят. Очень мало кто понимает, что там вообще реально происходит. Вот. Очень многие люди делают вид, что они очень сложные. Вот. Ну, такой, знаете, элитный клуб для Machine Learning на нейронных сетях. Вот. И зачастую, я готов разочаровать, зачастую 99% результата дает какая-то простейшая математическая модель, я не знаю, линейной регрессии. Как бы очень круто натренированная машинная Neural Network будет перформить на 2% лучше, как бы, но для этого вам придется годами собирать датасет адекватный, чтобы ее достаточно хорошо натренировать. И, как бы, вот все эти ресурсы, время, которое вы потратите на то, чтобы натренировать машинную сеть, которая работает на 2% лучше, чем алгоритм линейной регрессии, натренированный на 100 сэмплах, как бы, он не всегда того стоит. И, наверное, такие ребята, как Google и Amazon могут себе позволить, да, этот инвертмент, потому что для них 2% это очень много. Но многие стартапы, у которых, типа, вообще на разработку MVP весь баджет 50к, а мы им сразу пытаемся продать нейросеть, возможно, возможно, это круто звучит для инвесторов, но часто может закончиться довольно печально, потому что нейросеть, типа, мы провели наблюдение, опросили 17 человек, сделайте нам нейросеть. Скорее всего, она будет работать плохо. Вот. И стартап не взлетит. Но это не факт. Поэтому, может, я что-то не понимаю. Нейросеть, безусловно, продается намного лучше, чем слово линейная регрессия. Вот. Поэтому, поэтому возвращаемся к нашему топику про анализ данных. Для того, чтобы определиться, будем ли мы вообще делать машин льорнинг и какой, нам нужно сначала в эти данные заглянуть. Но поскольку очень часто данных много, открыть Excel и очень внимательно на нее смотреть может не сработать. Вот. И нам нужно проводить какие-то вычисления. Вы скажете, что в Excel есть куча всяких функций, которые вычисления умеют проводить? Да, безусловно. Но я сам Excel не очень хорошо работаю, поэтому я буду использовать Pondas в Excel для программистов. Вот. Плюс еще очень часто очень полезно рисовать какие-то графики, чтобы посмотреть, как данные распределены. А графики в Excel, ну, я не знаю, это надо мастером спорта быть, чтобы график в Excel нарисовать. У меня вообще не получается. Нарисовать в Excel что-то сложнее пайчарта. Он какой-то такой, типа, вот лейблы, а вот не лейблы. Что вообще происходит? Так. Для для рисования, для графиков мы будем использовать Matplotlib и Seaborn. У меня есть по ним тоже довольно большой ликбез, но я его скипну, потому что, я думаю, всем уже вкусно стало. Поэтому давайте сразу перейдем к настоящим данным. Вот у меня здесь, видите, RealExample. Вот. RealExample. Я когда-то показывал достаточно прикольное, на мой взгляд, исследование о уровне радона в швейцарских подвалах, но мне кто-то, по-моему, даже из Дотарта сказал, что, типа, надо, а это было во Львове, мне там сказали, Швейцария, конечно, бомба, но надо что-то свое украинское. Я прислушался, а я в Одессе и во Львове рассказывал одно и то же. А я понял, я как делаю, я обкатываю материал на небольшую аудиторию, а потом еду на большой ивент. То есть я во Львове на небольшую аудиторию обкатал, потом поехал в Одессу, там было много людей. Вот сегодня у меня опять обкатка, я вот первый раз пока, опять первый раз показываю вот то, что вы просто первые, кто это видит. Я потом на основании вашего фидбэка буду это доделывать, чтобы оно было более грамотно скомпоновано по информации, потому что материала много, я не успеваю. Ну и опять же от аудитории зависит. То есть у нас в корсоне питонщиков не очень много, поэтому, то есть если я сразу перейду к real example, то просто никому не будет понятно и типа, ну, код, 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 код. Мог и на скале написать, какая разница. Вот. Так, я взял украинские данные. Украинские данные найти очень сложно. Вот. Я начал с порталов открытых данных. В целом, ребята большие молодцы, что начали открытые данные как-то делать, как-то их где-то собирать, агрегировать. Вот. Но есть у них большой недостаток, они пока делают это не очень хорошо. Я вот нашел прикольный датасет, в нем много чисел. Это данные державного мониторинга поверхневых вод. То есть, по сути, это данные, где брали анализы воды из речек украинских, вот, проводили там какие-то анализы там. Вот вы когда воду покупали в баклажках, да, то вы там видели там органалоптичные показники там. Столько-то сульфатов, столько-то еще. Да, без ГМО. Вот. Я вот, собственно говоря, взял вот эти вот данные. То есть, это ребята, они там ответственны за контроль вод. Как бы это странно не звучало. В чем проблема? То есть, что ребята делают не так? Ребята делают не так всего лишь навсего то, что они абсолютно ничего не говорят о том, что за данные там внутри, кроме хэшика файлов. Вообще больше ничего нет. То есть, типа, скачай сесть вишку и сам разберись. А сесть вишка, она даже не сесть вишка, потому что у них в качестве сепаратора используется точка запятой, а не запятая. То есть, было бы здорово. Ну да, ну не проблема. Ну неужели нельзя вот здесь вот написать в табличке, да, сколько там строк, сколько там колонок. Я дальше буду показывать. Там у них 23 колонки, в них числа. Ни для одного из числа нету единиц измерения. Вот серьезно. Они замирают, типа, количество фосфатов и 352. Окей. Это много или мало? Вот. Я думаю, что они использовали нормативы, ну, типа, стандартные единицы измерения. Вот. Мы сейчас до них дойдем. Если так, то хорошо. Если нет, то я крупно ошибся. Ну, увидим. Так. Погнали. Импортим нам пай и пандас. Вычитываем нашу сеш-вишечку. Вот я отсюда вот прям взял. Вот она. Урлочку эту. Взял. Давайте ее вычитаем. Сразу давайте посмотрим на ее размерность. 498 наблюдений, 23 колонки. Давайте посмотрим, что у нас там внутри. Итак, у нас есть айдичник почты. Почта, да? Каталось бы. Почему почта? Я не знаю. Вот. Это на самом деле айдичник почты в лаборатории, которая проводила исследования. Они считают, что это отличный идентификатор. Итак, у нас есть айдичник почты, имя почты, код почты, бассейн реки, то есть там Днепр и его притоки, Южный Буг, Дон и так далее. Имя лаборатории, которая проводила исследования, координаты забора воды, контрол дейт. Вот, вот обратите внимание, они явно делают, они местами делают перевод, да? А вот это, это явно транслитерация, да? Типа дата контроля и тут... Да, азот. Зависть. Кто угадает, что такое зависть? Это можно сказать? О! Круто. Я на самом деле не понял, я долго пытался понять, что такое зависть. Да, это количество взвешенных частиц. Там еще какие-то есть колоночки, они все сюда не влезли. Аммоний, нитрат, нитрит, фосфат, спар. Понять не имею. Его все равно не для одного, вот реально, ни одна лаборатория ни разу его не замерила, поэтому мне все равно... Они тоже не поняли? Да. У нас есть тут химик, он будет комментировать и это очень на самом деле будет полезно, потому что я в конце сделаю одно допущение и химик его подтвердит и так мои слова будут гораздо более значимыми. А? Мы его... На мороз. На мороз. Вот. Марганцовка, перманганат, марганец, да? Но его тоже нигде не... Ну, да, пару замеров есть. Фитопланктон, атрозин, симозин, там вообще нигде ничего нету, поэтому... да. Подожди, фитопланктон точно должен быть. когда идет цветеная вода, он по-любому должен быть. А вот... О, классно, да? Химики — это тема. Так, давайте посмотрим еще раз на колоночки. Вот наши все колоночки. Окей. Что... Хочет... Руку поднял. Давайте посмотрим вот так вот сделаем. Опять же, датафрейм большой, он сразу весь не влазит, поэтому давайте смотреть по частям, да? Где сколько наблюдений. Вот у фитопланктона наблюдений ноль. Вот каунт, да? Его ни разу не наблюдали. У отразины и симозина 263 наблюдений из почти 500. Органцовку 80 раз. Вот. Ну, то есть, очень по-разному. То есть, видите, вот это вот пример реальных данных. То есть, у нас таблица, она разреженная, там есть куча нанов, и поэтому некоторые алгоритмы, которые могут применяться в последствии для анализа, они к нам данным толерантны, а некоторые нетолерантны. То есть, там, что-то не работает. Я предполагаю, что везде, где есть деление элементы на элемент, вот то, там оно к нам точно нетолерантны. Вот. Ну, посмотрели, значит. Что... На что я сразу хочу обратить внимание? Тут есть у нас дата контроля, и если я сейчас посмотрю на эту, то мы здесь видим, что у нас первое наблюдение было в июле, а последнее было в 9 сентября. Получается, 30 сентября. То есть, это у нас типа один квартал. Это не очень много данных, и я бы хотел, чтобы данных было больше. Если вернуться сюда, то вот это, вот это внизу, вот видите, вот эти, атачит ресурсы, это предыдущие данные, исторические. Тут не сразу это понятно? Но если переходить, если вот так перейти и вот здесь вот сделать горизонтальный скролл, а нет, не сделаю я его. О, видите? Вот тут дата в конце имени файла. Ее никогда практически не видно, но она там есть. Вот. Поэтому я что сделал? Я возьму сразу три дата фрейма от начала года и до самого последнего момента. Вот. И для этого нам понадобится сейчас мерч. Давайте вниз опустимся. Так сделаем. Ставим сюда новую ячеечку. Вот я вычитываю три дата фрейма. С 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня и с 1 июля по 30 сентября. Все за этот год. То есть это прям свежак. Так что, если будете идти купаться, смотрите на мои данные. Вот. Значит, вот мы вычитали три дата фрейма. Вот у меня сейчас есть три ДФ1, ДФ2, ДФ3. Вот мы их сейчас можем даже сконкатенировать сразу, чтобы получить из него один. Будет гораздо удобнее работать. Бум. Так. Дальше для анализа я, наверное, возьму сначала только Днепр. У Днепра больше всего наблюдений. С ним интереснее всего работать, потому что много данных. Вот я нам кусочек с этого давайте вообще посмотрим, сколько у нас там чего. ДФ точечка шейп. 1400 записей. Это уже вполне себе нормальный датасет для анализа. Из них Днепр 473. Ну, то есть, по сути, треть. Чуть меньше. Чуть больше четверти. Данных у нас про Днепр. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Вот. Я, честно говоря, начал с... То есть, какая у нас задача? Мы... Вот нам просто вывалили эти данные, да, и мы пытаемся понять, а где тут вообще есть корреляции, есть ли они, и что с ними потом и можно делать. То есть, по сути, мы сейчас с вами решаем задачу, которую нам даже не сформулировали. Нам просто вывалили данные, а мы пытаемся в них найти какую-то логику. Я начну с фосфата, потому что я смотрел ТСН, а в ТСН говорят, что фосфаты это основная причина, почему Днепр цветет, потому что якобы наши стиральные порошки, они фосфатные, все сливается в Днепр, Днепр начинает свистеть, много водорослей, гибнет рыба, нарушение экосистемы, и скоро нам всем капец. Поэтому я начал с фосфатов. Так, давайте выберем тот участок, где у нас не изнан колоночка фосфатов. Сколько у нас? 473 наблюдения, это там, где фосфаты есть, фосфаты замерены. А? Да, во всех четко. Вот Днепр лучше всего мониторит, серьезно. Вот, кстати, если мы сейчас сюда вернемся и посмотрим, какие у нас здесь есть речки, то здесь есть интересная штука. Сейчас покажу. Давай вот сюда вставим еще на колоночку df как оно тут называется? Как же так называют колонки? Riverbase Riverbass name Riverbass Ну я же говорю, они где-то переводят, а где-то транслитерируют. Value accounts Смотрим, что у нас там, сколько. 473 наблюдения для Днепра, 264 для Дона, 219 для Днестра, 217 для Дуная, 129 для Буга, Висла 57 и еще какие-то малопонятные речки. Какие-то маленькие речечки. В принципе, не знаю, может, 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 еще будет интересно на карте посмотреть, где это находится. По веревчинам? не уходим от темы. начинаем с фосфатов. Поскольку фосфаты у нас демонизируются, это у нас главный противник, давайте на них посмотрим. Итак, вот наши фосфатов. Много ли это или мало? Непонятно. Я пошел искать всякие СНИПы, САНПины, и вот тут, видите, начинается самая подстава. Мы вроде должны заниматься дата-анализом, а я ищу украинские регуляции по количеству фосфатов в воде. И вот это вот как раз и есть основная соль. Если вы не разбираетесь в предметной области и пытаетесь сделать машин-лёрнинг того, что не понимаете, то когда вам в итоге машин-лёрнинг будет говорить, что товар купят с вероятностью 67%, вы даже не сможете оценить, а это вообще правдоподобно или нет, если вы вообще не разбираетесь в предметной области. Поэтому я прям вооружился и пошел гуглить. Итак, я нашел вот эту вот табличечку из САНПинов, и вот у нас здесь есть фосфаты. Фосфаты, не более 3,5 мг на литр. Вот, это предел по фосфатам. Я потом дальше еще смотрел, 3,5 это вообще предел-предел, потому что если выше, это у нас уже все. АЛЕРТ, КОД КРАСНЫЙ, ТРЕВОГА, И ПРОСТО ВОДА МЕРТВА, там типа для рыб, для рыб нормальное значение для спокойной жизнедеятельности рыб это 0,2, а критично это 3,5. Вот. Давайте посмотрим, на самом деле, вообще, насколько мы, насколько вся эта истерия о том, что фосфатов много, она правдоподобна. Давайте посмотрим, как много записей больше, чем 3,5. Одно. То есть в один день одно измерение в каком-то месте показало, что все-таки фосфатов было как-то очень много. Но это же мы говорим вообще, вообще недопустимых значениях. Давайте посмотрим, сколько у нас значений, которые являются проблематичным для развития и размножения рыб. 0,2. Бум. 241. Довольно много. То есть, видите, половина наблюдения за этот год показывает о том, что состояние воды неблагоприятно для нормальной жизнедеятельности рыб. Это проблема, явно. Вот. С точки зрения экологии. Поэтому, ну, наверное, по ТСН нас не обманывают, когда говорят, что речка в не очень хорошем состоянии, но пока еще вроде не катастрофа. Я не знаю, я когда был маленький, помню, что на Днепре рыбы было много. Пару лет назад пытался рыбу ловить, ничего не вылавливается. Может, это ошибки наблюдений, может, я плохой рыбак, или, может, действительно рыбы стало меньше. Я не знаю, что сказать. Вот. Сейчас мы с вами смотрели просто на числа. На числа смотреть не всегда круто. Гораздо приятнее смотреть на какие-то графики. Вот мы сейчас с вами посмотрели, а сколько, да, у нас неподходящих по значению, да, там, недопустимых для рыбы. Давайте просто, можно, в принципе, и среднее, да, посмотреть, а какое у нас значение среднее, да, мин. Вот так, а, это, наверное, фон. А, вот так. Ноль? А? Можно доскраб сделать, да? Ну, там, я же говорю, что способов есть? Да, в среднем неблагоприятно для рыбы. Но, опять же, вот с числами работать не так удобно, потому что, когда мы работаем с числами, мы не видим все. Мы видим, типа, оценки в разных разрезах, но общей картинки не видим. Поэтому вот тут вступает в игру визуализация данных. И вот, есть две либы. Одна называется Matplotlib, и она очень похожа на диаграмм для Matlab. Вот, вот, прям интерфейс очень похожа, он низкоуровневый, им тяжело пользоваться, потому что вы там, типа, создай фигуру, добавь туда ось, добавь туда еще одну ось. Ну, то есть, прям очень низкоуровневая, а мне бы хотелось, типа, сказать, покажи данные. Поэтому, естественно, поверх Matplotlib наплодили кучу всяких дополнительных фреймворков, и самый крутой из них Seaborn называется. Он уже готов визуализировать всякий статистический график. Вот мы им сегодня и будем пользоваться. Он работает поверх Matplotlib. Поэтому я импортирую Matplotlib, я импортирую Seaborn, бум, и вот здесь я просто, вот эта вот штука, она написана просто для того, чтобы Jupiter мог графики показывать. Тысяча. Давайте посмотрим Distribution Plot. Distribution Plot показывает нам, видно его, да, видно, показывает его нам, как распределена величина. Мы можем видеть, что наиболее, вот 250, вот это по оси Y, это наше количество, количество встречаний. То есть он, по сути, делит все наши значения на какое-то количество корзин. В нашем случае это 20 корзин. И в каждую корзину кидает соответствующее количество значений. То есть мы говорим, что вот оно в диапазоне там 0, надо было сюда, наверное, больше чисел давать, ну типа где-то в диапазоне от 0 до 0,15, оно у нас 250 раз. В диапазоне там от 0,15 до 0,3, 150 раз и так далее. Но что мы видим? Здесь мы четко видим, что в основном наша величина, вот эта вот, да, случайная величина с точки зрения статистики, она в основном распределена около 0. И мы видим, что чаще всего у нас значения весьма допустимы. То есть у нас половина значений, грубо говоря, половина всех наблюдений для рыбы пригодны, чуть меньше половины не очень пригодны. То есть, в принципе, вот здесь мы уже можем понять, где вот у нас сосредоточения, какие у нас величины доминируют. Вот. В принципе, мы можем то же самое провести с нитритами. Да, давайте посмотрим. С нитритами, видите, у нас картинка тоже. В основном все сосредоточено вот здесь вот от 0 до 0,2. Значения выше, чем 0,2 очень редко встречаются. Если мы посмотрим, а что допустимо, так, это у нас нитриты. Не более 3,3. Вот по нитритам вообще хорошо получается. Кстати, откуда нитриты могут в воде взяться? Наоборот. Нитраты в нитрите должны. Окей. Просто по нитритам показания гораздо больше. Если по нитритам мы можем видеть не более чем 3,3, то по нитратам не более 45. То есть, концентрация нитратов явно допустимо выше. Да, у них класс опасности выше. Короче, мы видим, что у нас в речке довольно безопасно. То есть, в принципе, все сосредоточено вокруг 0 и редко встречаются недопустимые значения. То есть, вот у нас больше чем 3,3, но вот мы фактически у нас нету таких наблюдений. То есть, мы ни разу не зафиксировали недопустимый уровень нитритов. По нитратам. Ну, давайте глянем по нитратам. По нитратам там допустимо до 45. Как мы видели, опять же, вот мы видим, что у нас с центром А. Вот реально, я в августе подхожу к Днепру, воняет и выносимо. А смотрю на данные прям, не вода, а купайся. Редистор, что фосфатов нагабатывают. Ну да, то есть, нитраты, насколько я тут вычитал, что у нас вот, что у нас нитраты чаще всего попадают в воду как результат сельскохозяйственной деятельности. То есть, да, селитра. Удобрение. Удобрили поле, часть с водой попала в грунтовые воды, потом они попали в речной бассейн и вот оттуда вы нитраты и берутся. А типа нитриты это как, я даже не знаю, и химик тоже не знает, видимо, не очень хапчет. Я не знаю, откуда берутся нитраты, но я думаю, что нитриты и нитраты, они как-то должны быть с собой связаны, правильно? Одно из другого. Не? Ну вот, ведь, в общем, раз нитриты используются в изготовлении колбасы и не кидайте колбасу в Днепр. Вы вредите экосистеме речного бассейна Украина. Так, ладно, мы с вами только что посмотрели на распределение двух величин. Вот серьезно, не буду сейчас сидеть и все эти величины перебирать, а кислород, а там фосфаты, а сульфаты. Скучно. Давайте вообще посмотрим для начала на какие-нибудь корреляции. Вот как, например, нитраты и нитриты связаны. Мне имена быть похожи, поэтому я сразу предположу, что они как-то связаны. Вот я нарисую такой себе, это называется joint plot, оно рисует два дистрибьюшена сверху, справа, а здесь оно накидывает, во-первых, скейтер плот, то есть кидает точки со всеми наблюдениями нитриты и соответствующие им нитраты. И еще вот этой линии пытаются нам строить аппроксимацию, чтобы сказать, типа, вот наше среднее значение, вот зависимости. Вот мы действительно наблюдаем, что зависимость есть. Да, мы в ней не очень уверены, и как вы видите, здесь у нас дальше эта прямая линейно не очень хорошо аппроксимирует наблюдаемые нами данные. Но вот здесь вот на маленьких значениях приближения мы получаем довольно хорошее. и в целом тут их больше ну это что называется фильтрование выбросов тоже вполне вполне я не буду сейчас писать ну то есть мы видим здесь вообще странные выбросы но в целом вот Олег правильно подметил мы видим что когда у нас появляется чуть-чуть больше да да все-таки вот здесь 04 нитрита и соответственно мы наблюдаем трат в целом выше какая-то взаимосвязь есть но действительно с данными пока не очень понятно насколько она сильна вот сейчас мы по этим данным не можем сказать есть ли у нас здесь четко корреляция или нет вот поэтому это предмет для дальнейшего анализирования то же самое с чем еще могут быть нитраты связаны ты украл мой панчлайн только что я дальше его собираться давай нитраты и кисень кто фосфаты фосфат фосфат да 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 я помню кисень фосфат и кисень ну здесь здесь пока не очень видно корреляция честно да здесь мы видим что давайте наоборот попробуем не очень удачно видно пока непонятно но давайте дальше анализировать в принципе нам то что зайдем с другой стороны если на этом не видно так что я сделаю я выберу некоторые показатели для которых есть много наблюдений кислород сульфат хлорид аммоний нитрат нитрит фосфат аммоний я уже сам посмотрел откуда он в воде берется это продукт жизнедеятельности рыб рыбы производят аммоний довольно много нитрат аммония это разрыхлитель для теста мне жена говорит покупать не не точно точно аммоний нитрат кто-то у меня печень отнимается так вот давайте смотрите я только что нарисовал новый тип графика он называется pair plot он делает вот этот вот joint plot только для каждого с каждым вообще прикольно то есть по сути мы видим вот у нас здесь плохо видно кисень сульфат хлорид и так далее и снизу у нас тоже кисень сульфат хлорид соответственно получается барчарты там где кисень с киснем сравнивается и вот уже здесь можно проводить какие-то в принципе наблюдения опять же поскольку это каждая с каждым сравнивается то мы можем смотреть только на одну половину то есть снизу диагонали или свыше над диагонали и сразу в принципе можем отсеивать некоторые показатели вот например хлориды вот смотрите везде мы видим что точечки они у нас выстраиваются параллельно оси у у нас там ну у нас нет зависимости вообще никакой вот оно куда-то ушло и в целом ничего ничего с хлоридом сильно не взаимосвязано вот мы химику может быть я то не знаю я наблюдаю что нету никакой взаимосвязи то же самое с сульфатом вот смотрите опять куча массы у нас сосредоточена здесь то есть по сути вот это вот да там х равняется двум это даже не функция то есть это ну нету взаимосвязи вот и все тоже и собственно говоря когда у нас параллельно что-то скопление точек параллельно оси у х то тоже это мало полезно типа y равняется двум и и по сути изменение одной величины никак не являет изменение другой что мы хотим найти это мы хотим найти те места где изменение одной величины имеют тенденцию приводить к изменению другой то есть они должны быть как-то сосредоточены от левого угла к правому от левого нижнего к правому верхнему вот смотрим сульфаты вот мимо с фосфатом с нитритом мимо с нитратом мимо выбросы конечно какие-то есть и они всегда будут аммония мимо а вот с хлоридом а вот с хлоридом смотрите вот здесь мы видим тенденцию что при повышении количества сульфата повышается количество хлорида Олег ты можешь это объяснить? а нет сульфаты как и хлориды влияют на органолептические свойства воды они придают ей горький вкус пороговой концентрации по влиянию тататата сульфаты и хлориды всегда содержатся одновременно они оказывают комбинированное воздействие на вкусовые рецепторы и так далее и так далее и так далее то есть в целом по снипам вроде как написано о том что сульфаты и хлориды как-то мы должны закруглиться уже ок я просто подумал что все я уже и так затянул простите я надеюсь вам не скучно мне не скучно точно Ну возможно, то есть не факт, что один приводит к порождению другого, но в наблюдаемой нами ситуации мы видим, что они всегда парны. Многофакторный анализ отличная штука, но мы сегодня не будем о ней говорить. Ну да, безусловно. Ну то есть тут же можно сделать линейную регрессию, а где-то линейная регрессия, вот просто данные так расположены, что линия плохо их аппроксимирует, и там надо аппроксимировать сплайном. То есть безусловно, что модель, она тем и хороша, что даже простая модель будет давать какое-то приближение, а пределу точности, конечно, на пределах нет. Поэтому где-то фактор на фактор плохо работает, где-то действительно есть много факторов. Да, я, кстати, дальше буду… Вот вы опять подводите меня к тому, куда я… Да. Да. Это? Вот это. Давайте смотреть. Это нитраты и кислород. Да, вот здесь есть зависимость. Олег верно подметил. Вот мы видим, что кислород с нитратами как-то взаимосвязан, даже с нитритами видим какую-то зависимость. Я тоже эту штуку начал исследовать. Я вот что по этому вопросу нашел. Вот. Вот. Значит, закрыл табочку. Ладно. Так, это у нас кислород. Что это значит? Я проанализировал эту штуку, и почему мы здесь видим какие-то зависимости. Например, когда растет уровень фосфатов, это значит, что в воде появляется большое количество живых речевых. Их активно начинают поедать бактерии. Бактерии начинают активно размножаться, и как результат они начинают активно потреблять кислород. Поэтому с ростом многих показателей начинает активно развиваться водорослевая и микробная флора, которая начинает неистово потреблять кислород. Это вот, в принципе, то, что мы тут и наблюдаем, что кислород у нас падает в целом при повышении нитритов. Кислород у нас падает при повышении нитратов. И кислород у нас влияет на сульфаты тоже. Вот. Вот это то, что мы здесь можем видеть. То есть, в принципе, здесь мы какую-то взаимосвязь видим. Да, но они и кислород точно употребляют. То есть, в принципе, когда с водой что-то получит... Мы можем пока сделать вывод, что когда с водой что-то не так, то количество кислорода в ней начинает стремительно падать. То есть, если падает количество кислорода, значит развивается болезнетворная микрофлора. А раз развивается болезнетворная микрофлора, значит что-то не так. То есть, либо есть фосфаты, либо нитраты. В общем, что-то, чем можно поживиться. И то же самое вот здесь я видел взаимосвязь аммония. Это мы вот здесь писали о том, что аммоний производится рыбами, а нитриты... Да, а нитриты... Так, вот. Аммоний распадается на... Да, вот. Если у нас много аммония, то должен подрасти уровень нитритов. Ну давайте посмотрим, наблюдаем мы это или нет. Аммоний, нитриты. Растет аммоний. Вот у нас растет аммоний. Но особо, честно говоря, на уровне нитритов это не сказывается. То есть мы... Да, их просто очень мало мы не наблюдаем. То есть, видимо, концентрация аммония не настолько большая, чтобы мы увидели нитритные всплески. И так далее. То есть вот вам пример того, как можно смотреть на данные и пытаться получать из них какие-то инсайты. Опять же, то есть вот... Здесь мы нигде не видим хорошей стойкой корреляции. Вот серьезно. То есть вот здесь вот она явно есть, но очень мало точек, чтобы точно сказать о том, какова ее природа и попытаться получить какую-то оценку. То есть да, оно проведет нам линию какой-то линейной регрессии, но в целом оценка будет не очень хорошая, потому что мало данных. А здесь у нас просто как бы какой-то хаос, который говорит, что зависимость есть, но мы ее не видим. То есть она даже не линейная. Она, возможно, распределена по какому-то хитрому закону и еще очень сильно зависит от сторонних факторов, будь то температура или что-то еще. Вот. Это вполне допустимо. То есть это лишь в знак того, что нужно анализировать дальше. Понятно, что нет предела совершенства и можно копать абсолютно сколько угодно. Давайте мы... Мы когда говорили за температуру, я уже покажу красивый пример с температурой. Что я хочу сделать? Вот я вот тоже предположил, что, наверное, температура как-то сильно влияет. Вода цветет в августе, в августе жарко. Соответственно, мы должны... Что в августе у нас должны повышаться какие-то там фосфаты, потому что, ну, много водорослей, значит фосфаты должны расти. Да, ну вот. Да, и кислород должен падать. Что-то... Давайте посмотрим. Так, это мне что нужно сделать? Это мне... Что он у меня говорит не так ему? Так, смотрите, что я хочу сделать. Я сейчас хочу попробовать посмотреть по месяцам. У меня там даты были строками, поэтому я их сейчас приведу сначала к дате. Колоночку сделал date. Туда положил уже date-time объект. А теперь сделаю колоночку месяц и туда уже положу месяц просто. Смотрим, как она теперь выглядит. То есть вот у меня в конце добавилась колоночка date и вот типа месяц, идентификатор месяца. Вот. Ну, чтобы удобно было, мы сейчас по месяцу загруппируем и посмотрим. Теперь сделаем табличечку такую себе. Вот, сейчас я покажу, что это такое. Я сейчас хочу нарисовать hitmap. Вот. Saveurbase. Пока пусто. Ага, давайте вот так сделаем. Что-то мы тут уже... Давайте... О! Плассали? Сейчас давайте вот так сделаем. Сейчас оно просто все пересчитает, теперь запустит. Посмотрим на нашу табличечку для hitmap. Так, вот оно нам что-то сругалось. Давайте посмотрим. FP у нас что-то стал пустой. Пивот table. Ага, фитопланктон. Все, плохое значение. Так, я хотел посмотреть на кислород. Давайте на кислород посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, я сделал вот такую табличечку. У меня, получается, колонками, островками являются имя речечки. А вот здесь вот видите наблюдение по... Среднее наблюдение количества кислорода по каждому из месяцев. С первого по девятый. Это то, что у меня вот до сих пор не было. Вот. Я же говорю... Ой, вы... Я карту не рисовал, честно скажу. Не рисовал карту, хотя, наверное, стоило бы. Вот. Ну, то есть, если продолжать анализ, то, наверное, стоит рисовать карту. Но меня тут интересовала, честно говоря, температура. Вот я сейчас нарисовал по температуре, и это наши показатели кислорода. Синие значение — это холодно. Ой, в смысле, синие значение — это мало кислорода. Красное значение — много кислорода. И вот наши месяцы. И тут, смотрите, в январе кислорода было много. И вот здесь мы видим, что вот Дунай, да, хорошо нам показывает. В Дунае в январе было прям очень много кислорода. И вот у нас июль-август прям вот стало его... стало его меньше. То есть у нас в январе было 12 плюс среднее значение, а в июль-август мы уже наблюдаем около 8. То есть вот падение мы здесь явное видим, вот на Дунае. На Днепре мы его тоже видим, да, смотрите, вот как хорошо Днепр видно. У нас здесь были какие-то допустимые значения в районе 9-10, а вот здесь вот мы видим, что у нас летом происходит просадочка, и мы останавливаемся где-то там на 7,5. Вот здесь вот мы видим о том, что в целом мы видим, что летом кислорода меньше в реках. Что это значит? Наверное, фосфаты выросли, да? Мы с вами сделали раньше предположение, что фосфаты влияют на кислород. Давайте посмотрим, как фосфаты выглядят. Обратите внимание, для вислы, для вислы там я не знаю, что это. Кто может это объяснить, буду благодарен. Может мало значения, но мы вроде там смотрели, там их было пару сотен. Может, я не знаю, может она не цветет, у нее какие-то холодные воды ее снабжают. В общем, вот аномалия, да? Мы ее нашли, ее по-хорошему стоит исследовать. Тогда... Я не знаю, может быть. Давайте посмотрим фосфаты. Радень. Та же самая табличка, только по фосфатам. И хитмапу нарисуем. Фосфатов у нас, как видите, всегда мало. Висле... О, смотрите, опять с висле какая-то ерунда. Тут прям зафиксировали какие-то уберзначения. Мне кажется, просто, знаете, лаборатории на висле, они такие, типа, юба! У нас в прошлом месяце было! Давай в этом напишем столько же. Я подозреваю, что там что-то не так. Но, смотрите, что интересно. Вот фосфаты, вот мы опять видим, что они в Днепре, они в целом в течение года, они не сильно меняются. То есть, наверное, температура вот здесь как-то ни при чем. Наверное, на фосфаты не влияет. Ну, давай, слушай. Ну да, вот в Доне довольно много. Ну, давайте выкинем вислу и посмотрим, да? Вот висла, в принципе, она нам тут создала ерунду какую-то. Сейчас давайте, знаете, как сделаем? Мы вот тут сейчас сделаем тысяч. Так, это нам надо сделать. Сейчас уж это интересное наблюдение. Нам надо выкинуть вислу. Так, это у нас что? Висла это у нас значение колонки. Соответственно, нам надо выгрузить все. Дэф, основной, где... Дэф, riverbase. Сейчас найдем вислу. О, а то сюда скопируем. Не так? А, точно. Ну все, я уже сам перегрел. Так, давайте проверим, что у нас получилось. На F. Вроде без висла. Ну, давайте посмотрим сейчас. Так, values. Что мы хотели смотреть? Нитриты, да? Только что смотрели мы. Асфаты. Да. Ну вот, отфильтровали выбросы. Теперь видим, что у нас в целом Дон... Но опять же, смотрите, мы не видим четкой зависимости от месяца как результат, и не видим четкой зависимости от температуры. Но зато видим, что Дон наиболее грязная река по количеству фосфатов, явно, в нашей ситуации. Вот. Для абстрактных фишек при Черноморье данных вообще не хватает. Дунай вроде более-менее в норме. А вот Днепр даже погрязнее, чем Дунай. Хотя я слышал, что Дунай наиболее грязная река в Европе и так далее. Ну то есть, как бы копать можно абсолютно в любую сторону. Вот как было хорошо замечено, было бы здорово еще, знаете, на карту кинуть эти точки и посмотреть в зависимости от расположения. То есть, мы на карте бы видели, чем ближе к пустью или к руслу. Ну да. То есть, в принципе, геоплотинг тоже здесь возможен. То есть, копать можно абсолютно в любую сторону и искать разные зависимости. Но здесь на самом деле посыл в том, что… Их два даже. Первый посыл это то, что как ни крути, для того, чтобы сделать что-то коммерчески применимое и полезное, придется ориентироваться в предметной области, искать, я не знаю, в нашем случае, снипы, санпины и объяснения на форумах аквариуми… Сложно слово какое? На форумах любителей аквариумов искать объяснения, почему одни параметры воды связаны с другими и так далее. То есть, если мы перейдем к чему-то более скучному, типа там магазинов и предложений товаров, все равно придется разбираться в предметной области и ориентироваться, что там, а вот это люди покупают, а вот эти не очень покупают, да, или… Ведь… Ведь если будем объективными и попытаемся, например, замерить, построить математическую модель, которая будет предсказывать вероятность покупки телефонов в зависимости от характеристиков и не включим туда бренд, да, то мы получим, что, например, какие-то iPhone, которые по характеристикам проигрывают Samsung, будут получать меньшую долю покупки, а рыночная ситуация не такая. То есть, скрытого и ненаблюдаемого куча, и для этого приходится ориентироваться в предметной области. Это вот первый посыл. А второй посыл – это то, что, как бы, ориентируясь в предметной области, нужно всегда начинать не с того, что мы берем, строим модель и пытаемся из нее числа продавать клиенту, рассказывать, что вот мы сделали machine learning, наша prediction модель тебе будет бустить покупки. Это не факт, что она будет бустить продукт покупки, мы вообще ни в чем не уверены, честно говоря. И поэтому перед тем, как начинать что-то учить и тренировать, нужно поискать корреляции. А если корреляции не видно, или они сложные, мы не можем объяснять их природу, нужно поискать, я не знаю, многофакторные корреляции. Нужно поискать дополнительные данные. То есть, в принципе, вот мы сейчас делали по времени года, то есть мы смотрели по месяцам. Возможно, я думаю, что мы можем словно логистметио загрузить данные по температуре в каждом регионе, по каждым дням, и намапить именно температуру. Потому что май, да, в нем могут быть как холодные дни, так и горячие. Интересно посмотреть, как там это все происходит. То есть, в целом, там можно копать абсолютно в любую сторону, в зависимости от того, какие факты мы хотим внутри выследить. И вот это вот как раз месседж о том, что именно эта работа цена сама по себе. Потому что, когда я буду точно знать, что у меня есть гипотеза, которая говорит, что я нашел стойкую корреляцию параметра A от B от C, и теперь я ее включу в свою модель и получу хорошее предсказание. Ведь дальше просто за этим, я просто беру библиотеку SayKit Learn, говорю, вот данные, я уже знаю, что там есть корреляция, посчитай мне, дай приближение. И это, ну, она не занимает время, она не занимает работы. Вы берете библиотеку и говорите, натренируй мне модель. Она ее тренирует 5 минут, и через 5 минут у вас есть готовая модель. И вот как раз ценность работы, она была до. Ценность работы была в том, что мы взяли библиотеку и сказали, посчитай модель. Ценность работы была в том, что мы проанализировали предметную область, провели анализ и нашли, что работает друг с другом, а что нет. Потому что библиотека, которая говорит, дай модель, она всегда ее даст. То есть там, ну, SayKit Learn, она как бы построит decision три вам для чего хотите. Будет классифицировать гарантированно что-то по корзинам, но насколько оно будет соответствовать реальности, непонятно. Вот именно об этом я сегодня и пытался показать, как подходить к этому анализу и что для этого можно использовать.